Каждая мама знает, как трудно бывает устроить ребёнка в детский сад недалеко от дома. Тут важно не прозевать момент. Если вы хотите сад рядом с домом, не всегда туда есть место. Ты должен встать на очередь сразу, когда ребёнок родился. То есть, считай, за два-три года ты уже становишься в очередь. И когда твоя очередь подойдёт, ещё неизвестно. При этом спрос на ясельные группы увеличивается из года в год. А они сейчас есть далеко не в каждом детском саду. Чтобы решить эту проблему, на помощь пришёл нацпроект «Демография». В его рамках из федерального бюджета региону выделено 38 миллионов рублей. На формирование дополнительных ясельных мест, внимание, в частных детских садах. Монте-Сори один из них. Вера пошла в ясельную группу в сентябре именно благодаря этой программе. Объективно по очереди не проходили абсолютно никак в данном учебном году. Поэтому решили рассмотреть вариант частного детского сада. Я знала, что это дорого, ну как бы это больше, выше среднего. Но когда я никогда не сказала о том, какая льготная цена, это просто вопрос о том, чтобы подумать, даже не стоял. Одно из условий предоставления бюджетной субсидии частному детскому саду – родительская плата на сформированных местах – должна быть не выше, чем в обычном муниципальном дошкольном учреждении. Условия отличные. То есть по цене госсада за 2700 рублей мы ходим. Эта цена просто шикарная для такого сада с такими условиями, с маленькой группой, где не так много детей. Поэтому отличные условия, отличная возможность. Можно уже частично на работу выходить маме. Поэтому очень рады, что попали без очереди, очень быстро. Долгородская школа Монте-Сори на создание ясельной группы в 15 мест получила от государства 1 миллион 800 тысяч рублей. Интерес частного детского сада в том, что теперь они могут соответствовать родительскому спросу. Это была наша мечта, и мы смогли её реализовать. Программа также позволила нам создать все необходимые условия для полноценного развития наших малышей и приобрести красивое, безопасное, всё необходимое развивающее оборудование для образовательной среды для наших малышей раннего возраста. Ещё одно важное условие для участников проекта – получение лицензии на осуществление этого вида образовательной программы. У школы Монте-Сори она уже есть. Прошёл эту дорогу и частный детский сад «Апельсин» посёлка Северный. Для получения лицензии мы должны пройти ряд проверок. Роспотребнадзор, позже инспекция, соответственно, департамент управления образования всё это должен подытожить. И в дальнейшем должны принимать деток по муниципальной стоимости в возрасте от полутора до трёх лет в течение четырёх лет. Программа стартовала в 2020 году. На сегодня к ней уже присоединились 13 частных детских садов области. За прошлый год создано 320 новых мест для детей от полутора до трёх лет. Хочу отметить, что благодаря этому проекту частные детские сады с образовательной программой в Белгородской области появились ещё в двух муниципальных образованиях, в которых раньше не было таких детских садов. Это Валуйский городской округ и Алексеевский городской округ. Уже в этом году департамент образования планирует за счёт этой программы полностью удовлетворить потребность населения в ясельных группах. До конца года появится ещё 70 мест. А всего же в рамках программы до 2024 года в регионе будет создано 550 бюджетных мест для детей от полутора до трёх лет в частных детских садах области. Глеб Дудкин, Евгений Кравцовский. Такой день на Мире Белогория.